всем привет с вами lima music в этом уроке я покажу как играть на пианино очень красивую и очень популярную композицию rush и мое простое обучение по нотам отлично подойдет для начинающих вначале я сыграю эту красивую композицию полностью а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам в этом уроке мы научимся играть главную тему этой красивой композиции полный урок на это произведение вы можете посмотреть на моей странице на бусте или на патреон там уже опубликовано 220 уроков и каждую неделю я добавляю новые видео получить доступ ко всем урокам и поддержать мой канал вы можете по ссылке которую я оставлю в описании под этим видео сейчас будем учить первый кусочек этого красивого произведения я сразу скажу что название этой композиции переводится как ускорять ноту ми раж это у нас ускорять спешить торопиться а буква и это у нас нотами поэтому мы на протяжении всего произведения будем очень много раз играть ноту ми и будем ее постоянно ускорять то есть как бы спешить и торопиться на вот этой ноте ми и в первом кусочке у нас как раз будет использоваться только нота ми в правой и в левой руке то есть другие ноты кроме ми мы играть не будем и этот первый кусочек он является немного импровизационным то есть здесь нет точного количества нот ми которые нужно сыграть то есть вы играете на свое усмотрение в нотном тексте показано примерное количество нот но вы можете играть или больше или меньше сейчас я покажу как будет играть правая первый кусочек это верхняя строчка в нотах которые вы видите на экране вначале правая будет играть ноту ми первой октавы вы можете играть любое количество раз но я для примера везде писала по десять раз то есть это такое среднее количество можете играть чуть меньше или чуть больше в первой октаве мы играем десять раз и при этом мы должны каждую ноту ми стараться играть быстрее начинаем мы максимально медленно и с каждой нотой мы ускоряем до конца этого кусочка то есть в самом конце кусочка будут максимально быстрые ноты ми и так вначале мы играем в первой октаве сыграли примерно десять раз потом мы играем во второй октаве еще быстрее то есть первая октава самая медленная во второй октаве еще быстрее и потом нота ми уже в третьей октаве самая быстрая то есть в третьей октаве у нас самые быстрые ноты ми в этом кусочке сейчас покажу какими пальцами играет правая рука так как у нас всего лишь одна нота ми вы можете ее играть одним пальцем но при этом очень будет уставать рука устанет этот один палец и вы не сможете сыграть максимально быстром темпе насколько это возможно поэтому на одинаковых нотах лучше использовать три пальца 3 2 1 и играть их по очереди по кругу вначале 3 потом 2 1 и опять по кругу 3 2 1 и вот такое движение вы можете потренировать на одной ноте ми чтобы вас уже автоматически двигались эти три пальца вначале вы медленно тренируете они как бы соскальзывают 3 переходит на второй и на 1 и рука при этом плавно легко двигается направляя 3 2 1 то есть мы не зажимаем все в одной позиции как бы легко делаем такое полукруглое движение и вот именно эта позиция пальцев 3 2 1 позволит вам сыграть максимально быстро но ту ми и вы сразу запоминаете вот эту позицию 3 2 1 потому что такие пальцы будут использоваться во всем произведении когда у нас будут повторяющиеся ноты то есть если вы в первом кусочке хорошо потренируете вот это движение то оно вам пригодится до конца произведений сейчас я сыграю что получилось в правой руке не забывайте что это импровизационный кусочек поэтому вы можете играть в любом удобном демпе любое количество нот ми которое вы решите главное что вы их постепенно ускоряете и играете вначале в первой октаве потом во второй и в третьей вот так сейчас разбираем левую для первого кусочка это нижняя строчка в нотах которые вы видите на экране левая у нас тоже будет играть только ноты ми вначале это будут ноты ми малой октавы тоже произвольное количество раз можно в среднем 10 раз и потом ми на октаву ниже то есть ми большой октаве и опять же у нас будет постепенно ускоряться эта нота ми и мы будем ориентироваться здесь на правую руку то есть правда у нас задает самый медленный темп вначале и она играет отдельно потом когда правая начинает играть на октаву выше вступает как раз левая рука и левая играет синхронно с правой по темпу то есть каждая нота ми совпадает вправо и влево и ускоряют они тоже вместе и затем когда право идет на октаву выше левая идет на октаву ниже то есть руки расходятся и левая тоже подстраивается под правую то есть играет в таком же темпе как правая и в левой руке у нас будут такие же пальцы как справа помните правой мы играли 3 2 1 в левой тоже будет 3 2 1 по кругу 3 2 1 то есть такое же движение мы тренируем в левой руке и при этом когда у нас правая и левая играют вместе здесь будут также совпадать пальцы это 3 3 2 1 1 и опять 3 2 1 то есть руки должны двигаться синхронно вместе вот такое движение то есть 3 совпадает с третьим 2 со вторым 1 с первым и так же самое потом на октаву выше начинаем 3 3 2 2 1 1 и по кругу и сейчас я еще раз повторю что у нас получилось в первом кусочке вначале у нас играет правая в первой октаве максимально медленно начинает и постепенно ускоряет ноту ми потом правая во второй октаве а левая в малой октаве еще быстрее играют руки потом правая поднимается вверх левая идет вниз и руки играют синхронно максимально быстро сейчас я сыграю что получилось в первом кусочке у вас этот кусочек может немного отличаться в зависимости от выбранного темпа и от количества нот ми которые вы решите сыграть просто помните что это импровизационный кусочек теперь учим второй кусочек в правой руке теперь у нас будет не такой быстрый темп как мы заканчивали в первом кусочке мы снова будем играть в более сдержанном темпе и уже не ускоряя а все будем играть ровно именно в этом кусочке правое у нас записано в басовом ключе и мы начинаем от ноты ля большой октавы потом интервал до ми пауза опять этот же интервал до ми подъем от ноты ми наверх это ми фа диез черные окладыши соль диез и опять повторяем то что мы сейчас играли сначала это ля интервал до ми и еще раз интервал до ми сейчас покажу пальцы для второго кусочка все пальцы у нас записаны в виде цифр над каждой ноты или над каждым интервалом и мы играем с первого пальца с ноты ля интервал вторым четвертым пауза опять интервал затем первым играем ми вторым фа диез третьим соль диез четвертым ля опять интервал вторым четвертым пауза и снова интервал и также еще обращаю внимание на один момент у нас под нотами написаны такие точки это означает что ноты где записаны точки нужно играть отрывисто стаката То есть отрывать палец от клавиши. У нас в этом произведении довольно много нот и интервалов будут играться отрывисто. То есть стаката. Вот так. Затем от ми мы уже точек не видим, а видим такую лигу. Это означает, что мы уже не отрываем пальцы от клавиши, а играем подряд. Ми, ва, диас, соль, диас. А ля отрываем, потому что у нас записана точка. Потом интервал отрываем и интервал отрываем. Теперь показываю ритм в правой руке. Вначале мы играем ровно. Ля, интервал. Это у нас две восьмые. Делаем паузу и снова повторяем интервал. После этого сразу мы играем три быстрые ноты. Это у нас ми, ва, диас, соль, диас. Над ними еще стоит циферка три. Это означает триоль. То есть мы три ноты играем максимально быстро. И стремимся к ля, к четвертой. То есть вот такое движение. Можете потренировать медленно. Ми, ва, диас, соль, диас, к ля. Стремимся к ля. А потом постепенно увеличиваете темп. И ля нужно оторвать. Помните, ля у нас стакката. Потом опять интервал, пауза, интервал. Обязательно нужно делать вот эту паузу, которая записана. То есть мы сыграли ля, интервал, пауза, интервал. Потом быстрый подъем. Ля, интервал, пауза, интервал. И вот что получилось в правой руке. Теперь учим левую для второго кусочка. Это нижняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. Если правая у нас играла ноту ля большой октавы, то левая будет играть такую же ля на октаву ниже. Ля. Потом ми. А затем левая играет такие же четыре ноты, как играла правая. Помните, в правой ми, фа, диэс, соль, диэс, ля. То же самое играет левая на октаву ниже. Ми, фа, диэс, соль, диэс, ля. И в конце опять ми. То есть в левой у нас очень многие ноты, такие же, как в правой. Это нота ля. Потом нота ми, которой не было в правой. Дальше то же самое, что в правой. Первый ми, фа, диэс, соль, диэс, ля. И опять нота ми. И сейчас покажу, какими пальцами играет левая. Это четвертый на ля. Первый на ми. Потом от четвертого мы поднимаемся наверх. Это четвертый. Третий на фа, диэс. Второй на соль, диэс. Первый на ля. Сделали паузу. И первым сыграли ми. Теперь показываю ритм к левой. Мы играем ля. Сделали паузу. Потом ми. Паузу. И такой же ритм, как в правой. Три ноты играются максимально быстро к четвертой. К ноте ля. То есть мы делаем вот такое движение снизу наверх. Ми, фа, диэс, диэс, ля. Стремимся к ля. Сделали паузу. И доиграли ми. Пауза. И в левой у нас тоже будет стакката. То есть отрывисто. Как в правой руке. То есть мы отрываем ноту ля. У нас точка стоит. Отрываем ми. Потом идет лига. Мы играем подряд. Ми, фа, диэс, соль, диэс. Отрываем ля. И отрываем ми. И вот что получилось в левой. Теперь соединяем правую и левую во втором кусочке. Мы синхронно играем вместе ля в правой и ля в левой. Вот эти две ноты. Тоже играем их отрывисто. И в правой, и в левой. Дальше руки играют по очереди. Это интервал в правой. Ми в левой. Интервал в правой. При этом мы все играем ровно. Можно даже посчитать так. Раз, два, три, четыре. То есть досчитали до четырех. Дальше вот этот быстрый подъем. Правая и левая играют синхронно вместе. Это ми, фа, диэс, соль, диэс, ля. Стремимся к ноте ля. Только играем максимально быстро. И дальше опять по очереди. Правая, левая, правая. То есть начало и концовка у нас совпадают. Потому что руки играют по очереди. И вот что получилось во втором кусочке. И еще очень важно правильно перейти с первого кусочка на второй. Помните, мы первый заканчивали очень быстрыми нотами ми. И очень важно вот эти быстрые ми сразу привести к ноте ля. То есть у нас как бы первый кусочек стремится ко второму. Вот так. А дальше от ля мы уже играем все медленно и ровно, без ускорений. Теперь учим третий кусочек. Рассматриваем отдельно правую руку. У нас уже правая играет в скрипичном ключе. И мы видим опять ноту ми первой октавы. Такая же нота, с которой мы начинали первый кусочек. Но здесь уже будет точное количество нот ми. Столько, сколько записано в нотном тексте. Здесь у нас идет 4 группы по 4 ноты. То есть всего 16 нот. Вы можете считать, например, по 8. Если вам так будет удобно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще раз. При этом мы их тоже будем играть, постепенно ускоряя. Но не только в этом кусочке, а и в последующих. То есть мы начинаем ускорять с третьего кусочка. Начинаем вначале медленно. А потом будем постепенно ускорять и в четвертом кусочке и так далее. То есть нам не основная цель ускорить все в третьем кусочке. Мы сейчас постепенно будем всю мелодию вести на ускорение. В правой мы будем использовать такие же пальцы, как мы играли в первом кусочке. Это у нас третий, второй, первый и так по кругу. То есть сейчас все ноты ми мы играем третьим, вторым, первым и постоянно повторяем эти пальцы. И мы видим под каждой нотой ми точку. Это означает, что мы тоже играем эти ноты ми отрывисто-стакадом. Все, правую выучили. Теперь учим левую для третьего кусочка. Левая у нас играет в басовом ключе. И это у нас будет нота ля большой октавы. Потом интервал до ми. Затем нижняя нота ми. И опять повторяется интервал до ми. И я сразу скажу, что вот эту последовательность мы уже играли в прошлом кусочке. Помните, у нас в правой и левой было ля интервал, ми интервал. Сейчас вот эту вот группу играет только левая рука. Это ля интервал, ми интервал. И дальше такая же группа повторяется второй раз. Мы опять играем ля интервал, ми интервал. У нас в следующих кусочках будут похожие группы. И я эту группу называю от ля. Потому что начинается от ноты ля. То есть группа от ля. Дальше будут группы уже от других нот. Сейчас показываю пальцы для левой руки. Третьим мы играем ля. Интервал первым-вторым. Пятым ми. Интервал опять первым-вторым. То есть у нас идет вот такая позиция. Каждый палец отвечает за свою клавишу. Третий на ля. Второй первый на интервале. И пятый на ми. При этом мы играем каждую ноту и каждый интервал стаккатно. То есть отрывисто. Мы видим опять точки в левой руке. И играем отрывисто, 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 отрывисто. И у нас левая записана восьмыми. Поэтому мы играем все ровно и одинаково по ритму. Но при этом мы потом будем и правую, и левую ускорять. То есть сейчас пока что мы учим все ровно и медленно. А когда вы уже полностью освоите этот кусочек, вы можете постепенно ускорять и в правой, и в левой руке. И сейчас сыграю, что получилось в левой. Сейчас будем соединять правую и левую в третьем кусочке. Здесь очень простой принцип соединения. Правая играет только ноты ми по кругу. Поэтому на правую можно особо не отвлекаться. Левая у нас тоже на одной позиции. То есть руки никуда не двигаются, они на одной позиции. И соединение будет таким. Мы играем одну ноту вместе, одну ноту в правой. Вместе правая, вместе правая. И так весь кусочек. Потому что у нас две ноты в правой должно соединяться на одну ноту в левом. И вот как это выглядит. Это ми и ля вместе правое, ми и интервал вместе правое, ми и ми вместе правое, ми и интервал вместе правое. Это мы соединили первую группу в левой руке, вот как она звучит. И так же самое мы продолжаем соединять, потому что у нас и правая, и левая повторяются, в левой такая же группа. И мы соединяем опять вместе правое, вместе правое, вместе правое, вместе правое. И вот что получилось в третьем кусочке. Теперь учим четвертый кусочек в правой руке. У нас опять правая играет ноты ми, мы играем их четыре раза. Раз, два, три, четыре. Дальше у нас опять ми, идем наверх, фа, обратно ми, ре диез, черная клавиша. Снова ми, ля, до. То есть в этом кусочке мы запоминаем так, четыре ноты ми, раз, два, три, четыре. А потом от ми мы идем наверх, ми, фа, от ми вниз, ми, ре диез, обратно ми. И две ноты наверху, ля, до. Сейчас покажу, какими пальцами играется мелодия в четвертом кусочке. Так как мы в третьем кусочке уже начали играть третьим, вторым, первым. То сейчас мы приходим, если вы правильно сыграли эту последовательность, то мы приходим ко второму пальцу. Играем второй, первый, третий, второй. А дальше следующую группу от ми мы начинаем от третьего пальца. Это третий, четвертый на фа, третий на ми, второй на ре диез. Затем первый мы подкладываем вот так на ми, поворачиваем руку. Второй на ля и четвертый на до. И сейчас показываю ритм. Вначале мы играем шестнадцатыми. Они у нас играются быстро, ровно и одинаково по ритму. В таком же темпе, как мы начали в третьем кусочке. То есть мы уже начали в третьем кусочке шестнадцатыми играть. И сейчас мы как бы продолжаем и играем опять. Ми, 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 ми. И таким же ритмом ми, фа, ми, ре диез. Дальше после шестнадцатых у нас идут две восьмые. Они играются в два раза медленнее. Ми, ля. И на до остановка, потому что это четверть. Сейчас я сыграю, как это звучит. Ровно, без ускорения. Пока что я показываю ровно, а потом вы уже будете ускорять на свое усмотрение. Вот как это звучит по ритму. И еще важный момент. У нас на первых четырех нотах ми записана стакката. Мы их играем отрывисто. Потом следующие четыре ноты у нас под лидой. Поэтому мы их играем уже не отрывая. Это ми, фа, ми, ре диез. Дальше у нас опять точки стакката. Мы играем отрывисто. Ми, ля. А на до делаем уже остановку. Не отрываем, потому что у нас не записана точка. Не записана стакката. И вот что у нас получилось в правой руке. Левая рука в четвертом кусочке полностью повторяется из третьего кусочка. То есть мы играем нашу группу от ля. Ля, интервал. Ми, интервал. И то же самое повторяем еще раз. Ля, интервал. Ми, интервал. И сейчас будем соединять правую и левую. На первой группе у нас будет такой же принцип, как в прошлом кусочке. Мы играем вместе правая, вместе правая. Это у нас ми и ля вместе правая. Ми и интервал вместе правая. Ми и ми вместе в правой фа. Ми и интервал вместе в правой радиус. Это мы сейчас соединили первую группу. Вот как она звучит с правой рукой. Дальше мы соединяем вторую группу в левой, которая повторяется. Это ля, интервал. Ми, интервал. И здесь будет такой принцип соединения. Мы три ноты играем синхронно вместе. В правой и лево. Это ми и ля. Ля и интервал. До и ми. И отдельно доигрывает левая и интервал. И вот как звучит эта группа с правой рукой. И сейчас я сыграю, что у нас получилось в четвертом кусочке. Сейчас советую вам соединить третий и четвертый кусочек, чтобы услышать общую мелодию. И вот когда вы исполняете эти кусочки, вы также можете импровизировать и играть в удобном темпе и ускорять в удобном для вас месте. То есть вы можете начать максимально медленно и постепенно ускорять. Можете начать не сильно медленно, в среднем темпе. И уже тоже постепенно вы ускоряете и сами выбираете темп ускорения. То есть здесь вы полностью импровизируете и играете как вам удобно. И в удобном темпе. Вы можете играть более быстро. Можете, если вы не успеваете, как бы при соединении рук и вам тяжело, можете играть в более сдержанном темпе. И сейчас я сыграю, как звучит третий и четвертый кусочек вместе. Спасибо всем за просмотр видео. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Продолжение следует...